Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. В 1947 году был прекращен выпуск самоходных артиллерийских установок СУ-100. 22 июня 1948 года постановлением Совета министров СССР Конструкторскому бюро Омского завода номер 174 была поручена разработка проекта САУ со 120-мм пушкой Д-25 на базе среднего танка Т-54. Руководителем работ был Бушнев. По графику проект машины должен был быть готов в июле 1948 года. Однако на рассмотрение в Министерство транспортного машиностроения проект САУ и ее макет «Натуральную величину» были предоставлены только в декабре. Задержка возникла из-за несвоевременного получения чертежей пушки от завода номер 9. 15 октября 1949 года постановлением Совета министров СССР было утверждено тактико-техническое задание на новую самоходку «Объект-600». А в декабре 1950 года был изготовлен первый опытный образец, который до конца года прошел заводки испытания. В июне-июле 1951 года прошли предварительные испытания машины, а в начале августа СУ-122-54 была направлена на государственные испытания. В ходе испытаний были выявлены недостатки в работе пулеметов КПВТ, дозатора продувки канала ствола, повышенные усилия на маховиках наведения, а также недостаточная кучность стрельбы. Однако государственные испытания машины были зачтены, и завод номер 174 приступил к этапу отработки конструкторской документации и организации серийного производства машины. Все работы были завершены до 1 января 1952 года. В первом квартале 1952 года был изготовлен второй опытный образец, который в июне-июле того же года прошел приемно-сдаточные испытания. По результатам испытаний в конструкцию самоходной установки были внесены необходимые изменения. Однако серийное производство было остановлено из-за отсутствия пушек Д-49. 15 марта 1954 года постановлением Совета министров СССР номер 438-194 СУ-122-54 была принята на вооружение советской армии, но в серийное производство поступило только в 1955 году. Серийное производство велось небольшими партиями. Общее количество выпущенных машин составило около 100 единиц. Интересен тот факт, что по своей компоновке самоходка все же отличалась от базового танка, что привело к необходимости заметной переработки конструкции корпуса. В передней части машины появилась крупная рубка, изготовленная из нескольких броневых листов разных форм и размеров. Лобовая проекция корпуса прикрывалась крупным верхним листом толщиной 100 мм, расположенным под углом 51 градус в вертикали. Ниже него находился узкий нижний лист толщиной 80 мм с углом наклона 55 градусов. Задняя их часть соединялась с 80-мм бортами, заваленными внутрь. Сверху рубка прикрывалась крышей толщиной 20 мм. Бортовая часть рубки образовывала развитые надгусеничные ниши. Нижняя и кормовая части корпуса заимствовались у танка Т-54, однако претерпевали некоторые изменения. В частности, из соображений прочности была изменена толщина некоторых деталей, а также перемещены некоторые крепления агрегата в ходовой части. В остальном, низ и корма корпуса были похожи на агрегаты серийного среднего танка, последних на тот момент модификаций. Самоходка сохранила силовую установку базового танка. В кормовом отсеке корпуса помещался дизельный двигатель В-54 мощностью 520 л.с. При помощи механической трансмиссии двигатель соединялся с ведущими колесами кормового расположения. В рамках проекта Объект-600 было решено обойтись без серьезных изменений силовой установки, обеспечив максимальную унификацию с существующей техникой. Ходовая часть САУ основывалась на агрегатах Т-54, однако имела некоторые отличия. На каждом борту корпуса предусматривалась установка пяти опорных катков большого диаметра с индивидуальной торсионной подвеской. В передней части корпуса монтировались направляющие колеса, в корме – ведущие. В связи с большим диаметром катков ходовая часть не получала поддерживающие ролики. Характерной особенностью ходовой части танка Т-54 был увеличенный промежуток между двумя передними парами опорных катков, обусловленный особенностями распределения веса конструкции. Объект-600 отличался иным расположением катков. Из-за крупной и тяжелой рубки в передней части корпуса минимальные промежутки имелись между второй и третий, а также четвертой и пятой парами катков. Первый и третий промежутки были больше. В лобовом листе корпуса находилась крупная амбразура для монтажа основного орудия. Пушку и спаренный пулемет предлагалось устанавливать на общие крепления с помощью наводки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Проем для оружия прикрывался крупной маской сложной формы, позволяющей ему перемещаться. На своем месте маска снаружи фиксировалась закрепленной на болтах пластиной соответствующей формы. В маске имелось три сквозных отверстия разных размеров для пушки, спаренного пулемета и прицела. В соответствии с первоначальным техническим заданием самоходка нового типа должна была нести 122-мм танковую пушку Т-25. Это орудие имело полуавтоматический клиновый затвор, использовало раздельное гильзовое заряжание и оснащалось дульным тормозом двухкамерной конструкции. В номенклатуру применяемых боеприпасов пушки Т-25 входили выстрелы нескольких типов различного назначения, пригодные для борьбы с живой силой, укреплениями и техникой противника. Дополнительным вооружением являлись два пулемета КПВТ. Один с пневматической системой перезарядки спарен с пушкой, другой – зенитный. Боекомплект составлял 600 патронов. С 1957 года выпуск САУ был прекращен в связи с переориентацией военной промышленности на создание ракетного оружия. Большая часть артиллерийских установок впоследствии была переоборудована в тягачи или машинное разминирование. Некоторое количество машин было передано учебным заведениям вооруженных сил для подготовки будущих артиллеристов. Несмотря на малое количество выпущенных серийных машин и последующую переделку имевшейся техники, некоторое количество САУ СУ-122-54 сохранило и до нашего времени. Один из образцов уникальной техники находится в Бронетанковом музее в городе Кубинка. Еще один является экспонатом Краснодарского музея оружия Победы. Всем спасибо за просмотр! Пишите комментарии и ставьте лайк, если видео вам понравилось. Также ждем от вас подписки на наш канал в Ютубе и Яндекс.Дзене. Субтитры сделал DimaTorzok